Операции по обезвреживанию мятежников закончатся в ближайшие дни. Это заявил сегодня президент Таджикистана Эмамалий Рахмон. Между тем, Киргизия закрывает участок границы с неспокойной республикой. В Бишкеке опасаются, что боевики из Таджикистана перейдут рубеж. В связи с событиями с Апстамовской республики Таджикистан, государственная пограничная служба, то есть подразделение государственной пограничной службы Кыргызской республики, на Кыргызско-Таджикском участке государственной границы переведены на усиленный вариант несения службы. То есть охрана и защита государственной границы. Мы усилили наше подразделение, выставляются дополнительные пограничные наряды на Кыргызско-Таджикском участке государственной границы. И проводится, активизировався обмен информацией, оперативной информацией между пограничными нарядами Кыргызстана и Таджикистана. Между тем, таджикские правоохранительные органы продолжают операцию в Рамидском ущелье. Сегодня во второй половине дня удалось задержать еще семерых членов группы Абдулахима Назерзады. В России четверо террористов были ликвидированы. Они рассказали, что уже давно состоят на довольстве в банде. Каждый боевик ежемесячно получал по 100 долларов, а также продукты питания. В самом Душанбе спокойно, однако все рынки в черте города закрыты. С подробностями наш корреспондент Олег Ланковский. Могу твердо сказать, что действительно закрыты сегодня все рынки, и они будут закрыты до 10 сентября. Это, как говорят в МВД по официальной информации, для большей безопасности, потому что 9 будет празднование Дня Независимости. И хотелось бы отметить, что сотрудники милиции Таджикистана продолжают работать в усиленном режиме. Улицы Душанбе и Вахдата обходят военные патрули. В столице Таджикистана Душанбе правительственный квартал отцеплен. Дороги, ведущие к нему, заблокированы многотомными грузовиками и большими пассажирскими автобусами. На основных магистралях выставлены наряды дорожной милиции. Многие сотрудники в бронежилетах и с автоматами. Основное внимание при досмотре уделяют внедорожникам, микроавтобусам и легковым автомобилям. Особенно тем, которые затонированы. Ищут, осматривают в основном багажные отделения, отсеки и те места, где могут быть тайники, где можно спрятать оружие. Также сегодня в ходе расследования дела о вооруженных нападениях на сотрудников МВД и военнослужащих Таджикистана в Душанбе и Вахдате задержаны два высокопоставленных офицера. Их обвиняют в содействии боевикам. Речь идет о подсолковнике Мустафе Назарове, замкомандира десантно-штурмовой бригады и майоре Насиме Юсупове, старшем инспекторе управления финансов Министерства обороны. По данным сотрудников милиции, эти офицеры знали о готовящихся нападениях, но не сообщили о них. На коммуне 5 сентября около 16 часов по московскому времени неизвестная группа вооруженных людей напала на блокпост, установленный на въезде в Душанбе с восточной стороны. По одним данным, все сотрудники, которые вначале были доступны, все сотрудники, якобы, которые там несли службу, погибли, а по другим, которые тут же поступили данные, один был убит, и остальные сотрудники получили ранения различной степени тяжести. Продолжение следует...